Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Вам очень нравится видео с предпринимателями, где мы разбираем их бизнес-процессы, где они рассказывают про свою историю и про себя в частности. Поэтому встречайся в нашей сегодняшней рубрике интервью с предпринимателями. Азад. Привет, Азад. Всем привет. Я рад поприветствовать всех предпринимателей, которые будут смотреть этот контент, рассказать о себе. На самом деле случайно пришла мысль заняться внутренним туризмом, хотя я сам много путешествую, и во время ковида мне вдруг на глаза попал участок в виде полуострова под Астаной. Кто знает Казахстан, это бескрайний степей, их называют страна великих степей, и вдруг я нашел участок, у которого как бы с трех сторон вода, водохранилище. Но я вспомнил самое главное правило, и в 15 километрах от Астаны всего, как бы столицы Казахстана. Ну и я вспомнил самое главное правило, локейшн, локейшн, локейшн. Ну и купил этот участок и втянулся, скажем так, в активную стройку и построение своей базы отдыха для жителей столицы Казахстана. Расскажи про себя, Азат. Вот у нас есть теория, что глэмпинговые предприниматели – это люди, которые имеют уже какой-то бизнес, и для них глэмпинг – это как бы с одного бизнеса они в другой перегружаются, свои финансы непосредственно в глэмпинг. Есть у тебя какой-то основной проект, бизнес твой? Да, есть основной проект. Я инграниматель, то есть у меня свой фулфилмент-центр, один из крупнейших независимых в Казахстане, и я двигаюсь по основной, скажем так, деятельности, двигаюсь в сфере e-commerce. Наверное, теория права, потому что в какой-то момент я решил, что должно быть, то есть, жизнями жить складом, фулфилментом своими клиентами и всеми остальными, что надо диверсифицироваться. Как раз был ковид, было время подумать о чем-то, почитать, посмотреть YouTube, и я выбрал внутренний туризм, который, по идее, должен и будет, и я вижу, что активно развивается. И поэтому, как бы, да, часть моих усилий была перенаправлена на то, чтобы под основной создать уютную базу отдыха на водохранилище и попробовать сделать так, как я бы хотел, чтобы относились ко мне или как я бы отдыхал под основной, скажем так. А вот скажи, мне интересно, у вас как сейчас со внутренним туризмом? У нас, понятно, закрыты. А у вас? То есть, люди продолжают путешествовать внутри страны или все-таки все улетают куда-нибудь? Нет, ну, понятно, что я бы сказал так, что большинство, естественно, пытается, с одной стороны, улететь, как бы, да, но это такой длинный туризм, когда люди там на неделю берут детей, едут куда-нибудь в Турцию и все остальное. Мой концепт немножко другой, как бы, это, там, один-два выходных дня недалеко от Астаны, когда люди могут или семьями, или друзьями выехать, побыть на природе, побыть в тишине, оторваться от... На самом деле, Астана город такой трудоголиков. У Мата город такой более веселый, горы, природа сама располагает. Астана с ее суровым климатом, это вторая самая холодная столица в мире, она такая располагает... И здесь город трудоголиков. Ну, и тем людям, которые много работают, иногда действительно выпускают парк. Ну, вот, мой концепт был именно на это. То есть, недалеко, быстро доехал, 40 минут, и ты уже можешь рыбачить, там, жарить шашлык. Ну, и это, как бы, было предопределяющим для выбора и места, и концепта. Так, значит, вторая столица самая холодная в мире. Рассказывай тогда. Вот у нас есть всесезонное программирование территории, да, то есть, это то, чем люди занимаются на участке или, там, рядом с участком, какие-то, там, туристические аттракции, вот. А все это мы, там, декомпозируем по сезонам и делаем такую некую карту. Вот чем у тебя люди... Да, лето не проблема продавать, особенно, как бы, рядом с городом, там, понятно, все едут отдыхать. А вот в межсезонье и зиму, расскажи, чем ты развлекаешься? Ну, зимой само озеро тоже является протяжением, потому что это... А, с одной стороны, это рыбаки, которые могут приехать у лунки посидеть. Два, это горки, которые мы строим специально для детей. В прошлом году мы делали... Мы делали каток, такой небольшой для людей. Плюс в нашем концепте есть эко-бани, которые, как бы, в том числе с прорубью очень хорошо подходят людям, когда они хотят провести время на природе. Да, я понимаю, что в моем концепте сейчас не хватает больше... У меня есть два всесезонных дома, как бы, две всесезонных бани. И я сейчас, как бы, на пути расширения уже всесезонной части, как бы... То есть, ну, понятно, что мы отработали всего, там, два года. Из них полный сезон летний только вот этот. Все какие-то, как скажем, гипотезы, какие были, они... Одна часть отработала, другая понимает, что это не работает, как бы... Выкидываешь, отметаешь это в сторону, да. Ну, и сейчас, как бы, у меня, как у собственника, у предпринимателя, есть четкое видение, куда идти, что делать и как это активно развивать. Азат, так интересно, рассказываешь. Можешь про гипотезы подробнее, те, которые работают и не работают? Ну, не работающая гипотеза, ну, например, да, там... Все любят рассказывать про какие они крутые и там все остальное. История успеха, а я наоборот, мне кажется. Такой это... То есть, могу рассказать про факапы. Ну, первый факап, наверное, это... Сначала набрал большое количество сотрудников, как бы, мне казалось, что вот все должно быть. Потом ты начинаешь от этих ненужных сотрудников избавляться. Запустил кухню, потом понял, что на это количество людей и на этот концепт кухня фактически не нужна, потому что сейчас у меня где-то около... Ну, если смотреть, около, ну, максимально на базе может быть 30-35 человек, на них и в основном запросы с такой, что хотим сами приехать, все сами готовить, сами с собой с города притащим. Ну, то есть, этот концепт отлетел. Потом мы делали сильный упор на бани, такой, как бы, ну, думали, что это прям вторым... Две сразу поставили, да? Да, да, две поставили и две поставили таких эко-баней. Так, я бы не сказал, что этот концепт дипа залетел. Да, он такой, как бы, сопутствующий, когда люди приезжают. Понятно, что им надо чем-то заниматься, как бы он этот... Но вот как отдельный концепт, он почему-то под основной не зашел. Сколько бы маркетинговых усилий, я здесь не предпринимал. Вот. Ну, так, в принципе. Но, с другой стороны, всем зашло концепт того, что мы не стали делать большой муравейник, да, там, через каждые 10 метров не втыкать этот. То есть, у всех есть своя такая зона покоя, как бы, да. Ну, и плюс, ну, как бы я и говорил, сам локейшн привлекает людей, потому что быстро ехать, рядом отдыхать, ну, и природа, она всегда активно привлекает людей. Давай пройдемся чуть-чуть по показателям таким основным. Сколько у тебя домиков, сколько сотрудников, какие-то такие вещи? Сейчас у меня два домика, как бы, да. Два глэмпинга, которые сафари-тента я у вас покупал. Есть пати, пати-тент, на который мы вот этим летом активно продавали, там, люди приезжали, там, типа, корпоративы, кто-то даже свадьбы маленькие проводил, ну, такие, как бы. Вот. Мы поставили несколько такой более восточных вариантов топчанов, как бы, да, люди приезжают, просто это, скажем так, отдых на световой день, просто искупаться, там, я не знаю, там, тебе бы пожарить шашлыки, поставили две таких стационарных беседки для людей, которые бы проводили семинары, там, тренинги и все остальное. У нас прямо сейчас, я думаю, как и у вас, я вижу активный бум людей, которые пытаются чего-то кому-то учить, как бы, да. Ну, и вот это сейчас новый концепт, это делать все на природе, да, когда это можно совместить не только с душным отелем каким-нибудь, быть, но и, там, потом пожарить шашлыки, посидеть, поговорить с ним. Чай в самоваре, там, и все остальное, ну, как бы, вот, это часть. И есть четыре бани, два банных дома и два... ...бани, которые... А? Четыре, аж. Ну, да, две. Да, да, ну, вот, те, которые, как бы, вот, работают на, на привлечение, как бы, людей. И я поставил еще три банных чана, как бы, ну, опять рядом с этими детьми. Потому что, как я и говорил, сначала был концепт, что, ну, как бы, вот, рядом с этими домами должно в этой же территории, должны зайти прям людям в баню. Ну, к сожалению, этого не случилось. Какая сейчас загрузка, Пань, не считал? Считал, ну, где-то 35-40% в месяц. А у домиков? Ой, у домиков, ну, в летний сезон была почти 80-85%, сейчас меньше, я говорю, не 50%. Расскажи, как ты планируешь расширяться, какие у тебя планы? Планы, ну, я получил от государства еще два гектара, в этой же части, как бы, да. То есть сейчас там уже 4 гектара, как бы. Немало совсем. Да, сразу изначально я решил на будущее посмотреть, получить от государства землю, когда оно давало его. Ну, потому что это действующий проект. Действующий проект, причем в области, там, не в городе, в сельском округе. И поэтому государство поддержало, отлично я получил эту землю. И предполагаю, что, ну, двинуться через всепогодные и всесезонные глэппинги, купола, смотрю разные концепты. Поставил юрту в этом году. Правда, поздно. Есть большой запрос на юрты был какой-то, вопросы, там, все остальное. Я заказал юрту, поставил ее, правда, поздновато, в конце июля, но все равно обкатали, посмотрели и на следующий год активно смотрят. Она не всесезонная, понятно, что будем весной ставить, осенью убирать. Ну, вот этот, сейчас вот так вот, как бы, я думаю, через всесезонность пойдем, потому что летний сезон короткий достаточно, и, ну, на самом деле под основной достаточно мало объектов. Ну, они, понятно, растут активно, там, все остальное, но вот так, чтобы рядом с городом быстро доехал, и прям, там, не знаю, через час уже начал отдыхать активно. А как вам государство сейчас помогает? Вот ты говоришь, землю выделили. Что еще дают? Ну, ты знаешь, вот я смотрю на вас и, как бы, вижу, что мое государство мне совсем не помогает. Ну, вот выделили землю, как бы, и все. Те меры господдержки, какие есть, они для, вот, именно глэмпингов, которые у нас есть, именно для глэмпингов нерелевантны. Потому что, там, у нас есть, там, мы заплатим вам, там, 10 или 15 процентов от стоимости строительства, там, поддержим вас, но на лето нужна проектно-сметная документация, утвержденная, там, это, если идти через вот эту всю историю, у нас же легкое строение, как бы, да, и там нету всех этих, то, если идти через эту проектно-сметную документацию, то, в общем, это, на два года борьбы с чиновниками и потом получение 10 процентов от стоимости, ну, как бы, ни о чем. Я смотрю, вот, я был на, когда собирались коллеги во ВУЗе ЛАВ, вот, и там, ребята, я видел, что получили какой-то грант, даже, вот, на строительство от областной, как бы, администрации. Ну, то есть, вот таких вот прямых вещей, которые есть, грантовых, у нас нет, и поэтому мне было классно, если бы ты дашь, чем вам помогает государство, чтобы мы могли сходить уже от себя и сказать, слушайте, ну, у соседей это работает, почему мы? Нет, потому что, на самом деле, все только говорят о внутреннем туризме, но чтобы вот что-то, ну, такое вот, реальное, чтобы ощутили те люди, которые пошли и вложили свои собственные средства и фактически сами пашут в этих глэмпингах, я не видел. Есть плюсы и минусы в этом обстоятельстве, однозначно, как и везде. Конечно, да, есть огромное количество грантовых средств, какие-то бы снословные совершенно деньги, но есть определенная проблема с тем, что не все предприниматели были к этому готовы, а часть предпринимателей, они, в общем, как-то меняли условия подачи, ну, то есть, они подаются, да, там, с одним, допустим, производителем, потом там уходят с другим или применяют материалы какие-то подешевле, в общем, за все это следует, за всем этим следует уголовная ответственность, к большому сожалению, вот, поэтому отчитываться по, получить грант, написать заявку несложно, получить грант тоже несложно, вот, отчитываться по нему, это целое мероприятие, но я считаю как? Так, ну, я считаю то, что ты, когда ведешь какой-либо бизнес, ты должен давать себе отчет в том, что он должен быть там максимально прозрачный и понятный в случае вот этих всех грантовых поддержек, и вообще в целом, если ты, как бы, отличник и молодец, вот, у тебя не будет это каким-то препятствием, вот эти вот отчеты, я тоже получала гранты. Даже наш губернатор Московской области, Воробьев, выделил мне гранты на профабрику, то есть у меня там оборудование мы закупили, погрузчик мы купили нам как субсидия, то есть мы сначала заплатили сами, 50% вернули. Ну, то есть, да, вот кто говорит, что в России не помогают, там, мешают предпринимателям, просто не обращались за помощью, многое не знают и ходят с плохим настроением, повесив нос. Это совершенно не так. Помогают и поддерживают. Да, есть там моменты, ну, простите, здесь уже просто надо... Ну, понятно, это государственные деньги, за них спрос. Ну, то есть, вот я и этот, отдельно было бы классно, если ты скинешь, чем вам помогают. Я обязательно скину, конечно, обязательно скину. Потому что вы хотели бы пойти и тоже попросить. Я вижу, как вы, как ассоциация, бьетесь за многие вещи. Я вижу твою работу активную, вижу ее в соцсетях и вижу там в каналах ассоциации. Ну, это важно, это круто, потому что на самом деле только вместе можно, ну, вот эту чиновничью рать победить. Да, да там, на самом деле, даже не победить, надо успеть договориться, потому что... А я сейчас объясню, тоже, наверное, зрителям будет интересно, как это все происходит. Это происходит, допустим, кто-нибудь недавно, вот, почему я ездила в Думу, да, осик замечательный, драгоценный, говорит, а давайте все неклассифицированные средства размещения не будем пускать в агрегатор. Придумали, пошли в Думу, предложили Думу, они нас не понимают, они не знают нашей специфики работы. Они такие, о, запретить, интересная идея, давайте. И мы вот такими глазами все агрегаторы собрались, я как глэмпинги поддерживаю. Ну, то есть, как бы, у нас нет запрещенных соцсетей, нас еще, если этот канал продаж, ну, забрать, ну, все, можно закрываться всеми, там, 500 проектами и, не знаю, уезжать куда-нибудь. И, конечно, мы приходим это отстаивать, мы просто им говорим, не-не-не, это неправильное решение, давайте еще чуть подумаем. Они такие, а, ну, хорошо, чуть подумаем. То есть, у них нет какого-то категоричного мнения по поводу каких-то вещей, таких вот, принципиальных для нашего бизнеса, они просто, типа, прислушиваются. Там послушали, здесь послушали. Тебе очень важно оттянуть их внимание вовремя, чтобы не произошел какой-то казус. Вот так. Поэтому я и прошу то, что вы делаете вы, потому что, ну, показать релевантный опыт, который уже фактически работает. То есть, не, там, цифры, которые кто-то дает, и кто-то их, там, показать, слушайте, вот у людей работает, почему это не работает у нас. Ну, да, там есть сложность администрирования, но давайте будем это решать, потому что по-другому-то никак. Прекрасно. Могу тебя спросить очень важный вопрос. Ты считал финплан? Что? Ты считал финплан, финансовый план? Ты считал перед началом открытия? Да. Да, понятно, что опыт в бизнесе был. Естественно, я его считал. Я его недавно открывал и улыбался своей, с одной стороны, оптимистичности, с другой стороны, то есть была база даже. Я вот долгими длинными зимними вечерами попробую сесть и добавить туда цифр, потому что у меня есть стадия номер два. Да, то есть я планирую как бы развиваться дальше. То есть это фактически база для того, чтобы внести туда дополнительные цифры, понять дополнительные расходы. Теперь есть четкое понимание, что, где, чего, как стоит, какие люди и сколько людей нужно для того, чтобы это все поддерживать, обслуживать и все остальное, как продавать, что делать, с кем интегрироваться. Ну, то есть вот это очень много моментов для меня было открытием. И я скажу, да, нам, наверное, проще, чем вам, потому что там есть соцсети, есть всякие агрегаторы международные, есть, ну, фактически у нас через соцсети идет активное развитие, да, там как у малого-среднего бизнеса. Вот. И да, эта история вот теперь, да, длинный зимний вечер, как-нибудь я сяду и все цифры внесу, и следующего года хочу начать стадию номер два. Супер. Скажи, вот ты считал финплант, вот от реального, реальной ситуации, насколько вообще отличаются цифры? Ну, я думаю, что у меня процентов 40-50, то есть я был более... То есть надо было, сейчас я четко понимаю, надо было делать сценарный план, то есть вариант А, вариант Б, вариант С, как бы, да. На тот момент у меня этого опыта не было, то есть у меня был какой-то сценарный план, я посмотрел, понял, ну и потом по расходам я, как всегда, у меня... Я не учел самое важное, и оно сильно у меня сбило этот финансовый план. У меня... То есть из-за того, что это полуостров, у меня это прибрежная зона, как она у нас называется правильно, не помню, но, в общем, рядом с водой, водохранная зона, в общем, и в соответствии с этим у меня резко вылез все косты на... Я протягивал прям полностью канализацию там и все остальное, то есть все разрыл и все сделал полмук. Сразу понимаешь, что это будет всесезонный. И вот эта стоимость, вот этой канализации всех этих работ, она как бы существенно выбила меня в начале проекта. Я не представлял, что сколько денег можно закопать в землю. Ой, это каждый раз такая хохма, потому что вот, что Азаур из Человека говорит, я вложила те деньги, которые планировала, поняла, что наверху на земле у меня ничего не стоит. И недавно тоже была в Глэмпинге, в Чигеме, и разговаривала с собственником, он говорит, знаешь, где половина денег с этого проекта? Я говорю, где он? В земле. Ну, так и есть. Это фактически так и есть. Вот этих расходов как раз-таки в моей голове, ну, в таком объеме их и не было. Потом, когда земляные работы начались, когда началось проектирование там все остальное, вот тут-то, конечно, в какой-то момент стало больно, но потом надо было четко завершать проект, ну, как бы завершать стройку. Ну, теперь все понимание есть, цифры есть, все есть, и теперь база есть уже, ну, то есть все закопано, теперь можно спокойно двигаться дальше. И мне сильно, знаете, я хотел похвалить, то есть все тех, кто захотят, они будут слушать, наверное, ваш канал много, кто слушает. Надо ехать сначала слушать тех предпринимателей, которые уже это сделали. Вот у вас есть эти слеты, когда люди ездят по разным глэмпингам, общаются между собой. Когда я был вот в последний раз вот в Смоленской области, там было очень много людей, мало людей было, у которых существующий бизнес, и много было тех, которые хотят что-то сделать и слушали как бы там. И я думаю, что если бы мне спросили, с чего начать, я бы сказал, надо начать с того, чтобы поехать на одну из таких встреч и послушать тех, кто все эти шаги уже сделали и уже работают. И тогда, ну, как бы картинка совсем может быть другой, или перевернется, или наоборот добавит мотивацию. Самое приятное, то, что вот я когда-либо слышала как бы отзыв от ассоциации, он был, когда мы на теплоходе катались, недавно, то есть после пира, и там молодой человек сказал, что вы не представляете, сколько денег предпринимателей вы сэкономили вот в этом чате, ну, то есть вот эти все ошибки, которые они могли бы совершить впустую. И я такую силу почувствовала, думаю, да, мы же вот такие молодцы, мы же вот все эти ошибки там разжевываем, рассказываем, и это все помогает рынку. Поэтому, да, ассоциации обращайтесь, подписывайтесь на наши каналы, вступайте в наши чаты, это правда очень полезно, тем более бесплатно для всех. Вот, совершенно. Расскажи, какие у тебя вот дальнейшие действия? Сколько домиков ты планируешь поставить в следующем году? Какие новые целевые аудитории ты планируешь привлечь? Какие новые маркетинговые инструменты применить? Ты знаешь, как я говорил, то есть моя тема, это двинуться по всепогодности, как бы, с одной стороны, то есть у меня там два с половиной, ну, два и два гектара уже освоенных, как бы, да, и там надо добавить просто количество глэмпингов, как бы, сейчас я работаю с архитектором над тем, чтобы добавить какие-то вещи, вот, и двинуться по всепогодности, то есть... А как количество домиков ты не понимаешь? Пока нет, ну, вот, это будет зависеть от двух вещей, сначала мы с архитектором поймем, в каких местах, потом уже к тому моменту, наверное, в Астане выпадет снег, и я спокойно вечером сяду и все цифры внесу в бизнес-клан, пойму, как, что мы делаем, куда идем, и приму какое-то решение, весной двинусь. Понятно, что все заказы надо размещать зимой, тогда все наиболее активные дают какие-то скидки, как бы это быстрее все делается, и к строительному сезону, когда у нас он тут начинается, можно уже что-то активное начать. А то, когда пишешь людям, а то, когда пишешь людям уже там в марте и в апреле уже всем до тебя все, там все расписано на два месяца вперед, и фактически летний сезон ты профокапил. Вот так, кстати, я и пролетел прошлый сезон. Вообще регулярная история. У нас даже была вот эта вот акция «Готовь глэмпинг зимой», или как я так Даню назвал, мы всегда предупреждаем, что если ты задумал строиться в апреле, в марте, даже в феврале, то ты, скорее всего, не успеешь, потому что это все занимает достаточно большое. Есть глэмпинги, которые быстро строятся. Я сама вот этими руками вместе с рабочими, помню, за 21 день построили, ну, это было три палатки, ну, инфраструктура, дорожки, тропинки, санитарный блок, но это сложно. В любом случае, если ты не из этой сферы, ты точно должен понимать, что у тебя должно быть максимальное количество подготовленных людей, прежде всего, самых крутых специалистов. Тут вопрос как бы в людях. Можно я тебе задаю скучные вопросы? Давай. Скажи, пожалуйста, где у тебя живет персонал? Про него все забывают всегда. О, ну, это отдельная история. Мне пришлось построить административный комплекс, потому что я планировал кухню, мне пришлось построить административный комплекс, вот, и я понимал, что, ну, персонал очень много, кто рабочих съездить не будут, и нужны какие-то комнаты, и я прям построил административный комплекс на 200 квадратов для того, чтобы там жили люди, там была кухня, администратор, там хранить где и все остальное. Ну, то есть, пришлось в это тоже вложиться, понимая, что, как бы, это часть тех вложений, без которых никуда не уехать. И вот, ну, сейчас, когда нанимаю людей, когда я людям говорю, да, у меня есть где жить, как бы мы там кормим, там и все остальное, то есть, ну, так проще найти людей, в том числе и сезонных, те, которые приехали, три месяца сезона отпахали, не как бы свалили, как бы, да, скажем так. Поэтому, да, без этого никак. Иначе это возить из города, это вообще нереально, потому что там пробки, ну, и потом люди утром проснулись, они уже ждут каких-то, какого-то сервиса, а ты к десяти только людей привезешь. Ну, нет. А скажи, вот все технические зоны, какие у тебя есть? Склад чистого, грязного белья, или где ты стираешься, может, постирочный. Склад, да, постирочный, склад чистого, грязного белья, склад отдельный, где мы храним кухня, есть отдельный санузел для персонала отдельный, для глэмпингов, которые рядом стоят, не стали делать туалеты, и поэтому люди могут, мы специально сделали в административном большую санитарную зону, где люди могут прийти, помыться, душ, туалет там и все остальное, и эта зона всегда доступна и открыта, в общем. Да, и плюс там, как бы, понятно, что админ где сидит, где люди живут, те, которые на меня работают, ну, я же говорю, там пришлось, больше того, с чем-то квадратов пришлось отдельно построить для них, для того, у меня есть мем, я сделала стикеры разные, прикольные, со всякими шуточками про глэмпингов, у меня есть мем, а персонал пусть в лесу живет, потому что мы часто проектируем глэмпинги и перепроектируем с другими, в общем, командами, и просто не делают проживание. Не, ну, это было понятно изначально, у меня было понятно, потому что, а где они будут жить, а где они будут находиться, понятно, что это приходится, а где они будут есть, там, все такое, без этого никак. Азат. Скажи, давай напоследок, ты дашь какой-то совет тем предпринимателям, которые вот сейчас на пути, то есть они стоят и думают, вот я сейчас, есть у меня сколько-то миллионов, вот, или вложусь, или не вложусь. Ну, наверное, два совета, даже не один, а два. Первый совет это считать, считать и считать, то есть это вот, все те, кто войдут в этот бизнес эмоционально, а потом будут больно эмоционально, потому что, как бы, два, наверное, это идти к профессионалам, потому что, ну, для меня даже вот эти встречи, которые у меня одна была, я планировал в этом году еще на одну спеть, но не успеваю просто, тут в основном бизнесу много очень движений, а так вот встречаться с теми или сначала поехать к теме, послушать, как у людей это происходило, там, два-три раза в разные, наверное, истории, я думаю, вы узнаете больше, чем, ну, от реальных людей, которые уже это все прошли, узнаете больше, чем прочитаете кучу книг, там, послушаете кучу ютюбов, там, все остальное, ну, и эмоции, то есть, если вы хотите это делать, то делайте, это вот, мне кажется, самое главное, потому что, когда ты уже видишь, наверное, самое интересное, ты же сейчас рассказывала про то, как ты радовалась, я, ну, там, как бы, тугисы и все остальные вещи, которые, где отзывы, там, все остальное, они подвязаны к моему личному аккаунту, вот, и когда я получаю благодарные отзывы, я думаю, ну, вот, все-таки мы правильно делаем, вот, такие-таки-таки-таки-то вещи, то есть, люди отдыхают, радуются, и это круто. Это главная мотивация, мне кажется, для всех предпринимателей, вот, я езжу очень много, общаюсь, самое первое, да, нам, вот, они подходят и говорят, что они там выспались, или вкусно поели, они благодарят, и вот это вот та энергия, которая питает нас, гонбельеров, счастья других людей. Да, 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 согласен, я желаю тебе отличного дня, и всем желаю отличного дня, что уж там, одевайтесь теплее, не болейте, пожалуйста, и всем пока, ждем вас в Казахстане, на МАЦПА, приезжайте к Казахстане, в гости, пока-пока, пока-пока, пока-пока.